Ведьмак 3 Власть всегда прельщала умы людей, но в Ведьмаке нам не дают раскрыть потенциал Геральта как правителя. Я же хочу посоветовать вам игру, где это можно сделать со стопроцентным погружением. Великая и легендарная Lineage 2. В ней ты можешь из обычного нуба, например сына кузнеца, превратиться в короля мира и правителя столицы, которую ты с друзьями вырвал из цепких лап вражеского клана. Стань восхваляемой всеми героем. Собери друзей и возглавь лучший клан и сильнейший альянс. С силой захвати столицу и правь этим миром. В бесплатной MMORPG Lineage 2. Регистрация по первой ссылке в описании. Привет ковбои! Мое имя Эвойс и Ребус, это просто канал об играх, а видео подготовлено при поддержке крупнейшего фан-сообщества Вселенная Ведьмака ВКонтакте. В отличие от основной концовки с Цири, где для получения хорошего варианта развития событий, нам необходимо было окислепому котенку крайне осторожно двигаться по сюжету, думая, как бы не обидеть ласточку и не кинуть в нее снежком слишком сильно, чтобы она потом не кинула нас с белым хладом. Квест с выбором нового владыки севера достаточно прост и понятен. Дикстра, тот самый толстячок, которому мы сломали ногу во время восстания на Таннеди, открытым текстом предлагает нам организовать убийство Родовита, единственного, ныне живого и гениально безумного короля Северных Земель. Спасибо, Лето, за это. И что без нас у него ничего не получится. Охуенно! Тем самым, нам открывается первая развилка. Либо продолжение правления Родовида, если мы игнорируем запрос Дикстры, либо его смерть и дальнейшее развитие событий. Ну что скажешь? При первом прохождении я проигнорировал, ибо вмешиваться самому в политику, еще и сразу готовят покушение на единственного действующего короля, ну это явно не в стиле Геральта. Впрочем, об этом в финале я сразу же пожалел. Ибо по завершению победоносной войны с Нильфгардом, где победил блестящий стратегический, но безумный ум Родовида, пришла пора завершить и охоту на колдуней. В Новиграде все это время продолжали пылать костры Инквизиции Вечного Пламени. Но благодаря победе, теперь они запылали и в захваченных Родовидом Тимерии и Айдирне. А под предлогом возрождения Морали были убиты тысячи простых колдунов, знахарей и нелюдей. Всех этих мнимых еретиков. Свобода под властью Родовида для многих оказалась хуже рабства. И не ровен тот час, когда падет последняя чародейка, и костры будут гореть уже по душу ведьмаков. И убейте ведьмака. Тогда я уверял себя, что это приближает мир ведьмака к реальности. Когда были перебиты все магические твари и нелюди, а остались только самые обычные люди. Но так себе оправдание, если честно. Я сделаю, что смогу. Правда радует тот факт, что это лишь одна из возможностей. И мы можем в любой момент вернуться во времени, чтобы помочь в покушении на Родовида, поддержав Дикстру и Роше, во время которого, под предлогом знания о точном местоположении Филиппы, мы заставляем Родовида сойти со своего корабля и направиться по тонким темным улочкам, прямиком в нашу засаду. Попутно Родовид попытается отблагодарить Геральта за его помощь смертью, но в итоге погибнет сам. Причем от рук ненавистной Филиппы Эйльхарт, той самой чародейки, которая когда-то самолично приказал выколоть глаза. Как гласит древняя мудрость, самых страшных врагов мы делаем себе сами. Мы в расчете. Я совершенно искренне. Теперь Родовид мертв и будущее в руках пухленького шпика и отмороженного партизана. Что же они будут делать? Правильно, драться между собой за светлое будущее, которое у каждого, конечно же, свое. Дикстра за единый сильный север и верит, что в его руках есть все шансы победить. А учитывая результаты второй войны и той роли, которую он в ней сыграл, у него есть на это все основания. Роше же не перестает петь свою шарманку касательно Тимерии и ее независимости. В итоге, перед Геральтом встает вполне очевидный выбор, но не с совсем понятным финалом. Либо поддержать Дикстру и убить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к тимерским лилиям, даже ту, что вечно сиськами светит с расстегнутой рубахой. Либо поддержать желание тимерцев вновь обрести дом любой ценой и направить Шпика на встречу со смертью. Тем более, что он уже пару таких свиданий успешно пропустил. А кого выбрали вы? Напишите свой ответ в комментариях под видео. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Родовиду победа досталась путем стратегического гения, которое шло об руку с его безумием, превратившего города в пепелище для чародеев и всяких нелюдей. Но без него, по идее, у Севера не было бы шансов выстоять против захватчиков. Отдавая власть в руки Роше, мы обрекаем Север на легкий и тотальный захват со стороны южного захватчика. Королевства Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра и Черные Знамена взвелись над Новиградом и Реданией. Но зато измученный неустанными набегами тимерских партизан Эмгыр Варемрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего ленника. Тимерцы же тогда сложили оружие, а Император благодаря этому смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря Нильфгаарду, тимерцы вновь обрели свою отчизну. А история в который раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Но так ли это хорошо на самом деле? Империя Черных становится, ну, очень большой. А чем больше Империя, тем сложнее ей управлять. И что делать с такими разными подданными? Норлинги, не южане. Их различия в культуре колоссальны. Они не будут меняться под предводительством Черных. Я уверен, что Империю Нильфов поглотят гражданские воины. И они же впоследствии разорвут ее на несколько независимых частей. Как только один из новых правителей проявит хоть малейшую слабость. Признанная Тимерия, как бы я ни был рад за Роше, этому только поспособствует. Кстати, не забывайте, если вы хотите, чтобы Цири стала императрицей Нильфгаарда, вам необходимо следовать именно этому варианту. Но есть и третья возможность. Это действительно не мое дело, так что поступай как знаешь, но ты и правда ублюдок. Мы убиваем безумного Родовида и не подпускаем к власти синих полосок, пусть даже и через смерть. Тогда фактически новым правителем Севера становится темная фигура из тени, и старый шпион Сигизмунд Диикстра. Финал такого союза стал для меня самым малоожидаемым. Я бы, конечно, не хотел вмешиваться в политику, как извещал Геральт, и не хотел бы убивать главу тайного спецотряда Тимерии, так как он за все это время стал мне другом. Но Диикстра получается лучший вариант. Он смог продолжить тактические ходы Родовида и победить Нильфгардца в войне, не начав при этом сжигать мирных жителей и чародеек, которые помогли в свое время остановить первую войну с Нильфгардом. Он провозгласил себя канцлером и условно официально возглавил Север. Он понимал, что если хочешь мира, то стоит готовиться к войне, и пошел по пути черных, насильно развивая мануфактуру, города, дальние поселения, и проводя техническую индустриализацию, попутно укрепляя границы. Да, он делал это без уважения, со свойственным ему цинизмом, и не спрашивал, а нужно ли это народу. Он навязывал развитие, которое в будущем будет спасать эту страну еще не раз. Но даже у этой концовки есть одна маленькая проблема. Больше городов, больше людей. Более современное техническое оснащение влечет за собой уход от старого мира, старых богов и старых страхов. Монстров, которые будут мешать процессу развития, уничтожат. Сотрут в порошок, и эпоха ведьмаков закончится со всем. Вместе и с необходимостью в них. Если Родовит рано или поздно бы просто устроил охоту за ними, то Дикстера сделает их существование бессмысленным. В любом случае, лично для меня это лучший вариант. И мне кажется, что именно этот вариант мог бы лечь в историю продолжения игровой серии. Какой же вариант лучше для вас, решать только вам. А я же на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Также я напоминаю, что недавно был запущен проект «Записки старого ведьмака» в Телеграме, где Геральт каждый день делится с вами в формате коротких записок своей историей, приключениями, заметками и переживаниями. Загляните, вам понравится. Ссылочка есть где-то в описании. А мы же увидимся в новом видео уже очень скоро. Но пока на этом. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok